Белый медведь стал постоянным гостем от обойска месторождения. Два раза сотрудники Управления природных ресурсов и Лукоилкоми пытались отпугнуть Косолапова, но он постоянно возвращался. Белый медведь пришел на производственные объекты ТП «Севернефтегаз» и создавал угрозу здоровью и жизни работников предприятия. Поэтому было принято решение вызвать специалиста с Москвы по обездвиживанию белого медведя и с получением разрешения заповедника Ненецкий о доставке белого медведя на остров Долгий. Для вывоза медведя организовали спецоперацию, в результате которой медведя усыпили. Медведь молодой, в принципе он себя вел не слишком агрессивно, но все равно зверь, белый медведь большой, он весит не менее, явно 200 килограмм. То есть находиться на производственном участке ему совершенно ни к чему. Людям он работать мешал, это абсолютно ясно. Косолаповым увели сильнодействующее снотворное. Выстрел произвел высококвалифицированный специалист из Москвы, который с двух метров попал в медведицу. Операция сегодняшняя прошла, в общем-то, можно сказать, более чем удачно. Нам повезло и с погодой, и с коллективом. И зверь оказался, в общем-то, достаточно добрый к нам, потому что каждый зверь, в общем-то, непредсказуемо реагирует на изменения обстановки, на препараты. Вот, это всегда бывают проблемы. Ученые не исключают, что такая ситуация повторится, и медведи опять могут зайти к людям. Такие проблемы уже есть на Чукотке и на Ямале. Все дело в том, что в последние годы южная конечность льдов отходит с бережья, достаточно далеко. И там нет питания для медведя, это морских млекопитающих. А безо льда он их ловить практически не может.